Здравствуйте! В эфире программа Патрули. Я ее ведущая Ника Катина. ДТП, мошенники, кража и пьяные водители. Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! ДТП, мошенники, кража и пьяные водители. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции задержали водителя, скрывшегося после совершения наезда на пешеходов в Левобережном дачном обществе. Вечером 29 июня в дежурную часть поступило сообщение о наезде на пешеходов. На месте ДТП было установлено, что водитель, управляя предположительно Хондой ЦРВ, сбил двух женщин. На руках одной из них находился годовалый ребенок. Более того, водитель скрылся с места ДТП, не оказав необходимой помощи пострадавшим. В результате аварии в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести доставлены две козылчанки и ребенок. Накануне сотрудниками уголовного розыска удалось установить и задержать водителя. Им оказался 30-летний козылчанин. Хонда ЦРВ с признаками повреждения, характерными при ДТП, обнаружено в селе Арык-Узу у Лукхемского района. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант помещен в изолятор временного содержания. Отметим, что в соответствии с новым законодательством, если водитель скрылся с места ДТП с пострадавшими, то ему будет грозить до 4 лет лишения свободы. Если есть погибший – до 7 лет. Если двое и более погибших – до 9 лет тюрьмы. Если пострадавших и погибших нет, то к покинувшему место аварии применяется административный арест до 15 суток или лишение прав. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Каждый день задерживают десятки нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии – опасность не только для того, кто за рулем, но в первую очередь для окружающих. Нетрезвый водитель служит причиной большинства ДТП, в которых гибнут и страдают люди. За пять месяцев 2019 года по вине водителей под шофе зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых 15 человек погибли и 41 получили травмы различной степени тяжести. Также по вине водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования, на состояние опьянения совершено 8 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 9 ранены. Несмотря на серьезные санкции и уголовное наказание за нарушение данного правила дорожного движения, многие водители пренебрегают законом, а некоторые попадаются повторно и совершают ДТП. Не исключение и те водители, которые пытаются скрыться от сотрудников ДПС. В минувшие дни, во время патрулирования, инспекторы, заметив подозрительный автомобиль, подали сигнал об остановке транспортного средства. Однако мужчина его проигнорировал. В итоге полицейские начали погоню. Водитель в попытке сбежать выехал из города в сторону Эрзина. Практически 100 километров, десятки требований со стороны полицейских не остановили мужчину. И лишь предупреждение инспекторов ДПС о применении оружия отрезвили водителя. Но это ненадолго. При задержании стало ясно, что водитель очень сильно пьян. Более того, на обратном пути мужчина просто уснул в патрульной машине. На мужчину были составлены два административных протокола. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. За эти нарушения ему грозят серьезные штрафы и лишение водительских прав. Ребенок упал с лошади. Недалеко от села Шурмак на Чебанской стоянке мальчик со своими друзьями катались на лошадях. Подросток упал в тот момент, когда лошадь опустила голову, а наездник решил спуститься на землю, скатившись по шее животного. Упав на землю, подросток попал под копыта лошади. Подростка в этот же день направили в районную больницу с разрывом почек. Еще один несчастный случай произошел в Шаганаре с 12-летним подростком. В Лукхемский межрайонный медицинский центр с термическим ожогом лица доставлен мальчик 2007 года рождения. Мальчик, играя один на улице в селе Торгалык, нашел пустую канистру и от любопытства поджег ее, в результате чего получил от вспышки пламени ожоги. Выяснилось, что в канистре ранее был бензин. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол. 400 литров незаконной алкогольной продукции. На четвертом километре автодороги Кызыл-Эрзин инспекторами ДПС для проверки был остановлен УАЗ. За рулем авто находился 39-летний кызылчанин. Во время проверки стало известно, что водитель – лишенник. При досмотре УАЗа сотрудниками полиции обнаружено и изъято 20 коробок, в каждой из которых находились 5-литровые емкости со спиртосодержащей жидкостью. Общий объем перевозимой нелицензированной продукции составил 400 литров. Документов на алкогольную продукцию водитель транспортного средства не предоставил. По указанному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результату которой будет принято соответствующее процессуальное решение. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также и на ютуб-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин